Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас месяц сентябрь третьего сезона, сегодня мы также стартуем с вами в Лиге Чемпионов. У нас игра против серьезного соперника в чемпионате, мы играем против Порто, против них мы играли на какой-то там стадии в Лиге Европы, так что соперник нам уже знакомый и побеждать его мы можем. Нью-Кассел, которому мы вроде как в примерно таком же начале второго сезона мы проиграли, минимально там 1-0, создавали мы моменты, но просто из-за одного момента Нью-Кассел забил, я это помню. Дальше у нас кубок Карабао, не знаю какая стадия, потом наверное мы узнаем. Вот Берли, ну и Парис Сан-Жермен, интереснейший конечно матч, мы будем наверное отталкиваться от него. Ну да, первым составом мы играем против ПСЖ, первым против Сток Сити, первым против Порто, ну и получается так примерно вторыми мы играем вот все три матча в чемпионате, главное не потерять очки, я надеюсь. Ну что же, мы продолжаем, у нас рейтинг тренера очень низкий на самом деле, не знаю чем это можно повысить. Итак, сборная Болгарии нам предлагается, тренерам мы отклоняем, по Ексову пришло предложение. Так, Гаврил Ексов у нас, да, он выставлен на трансфер, но мы тогда начнем переговоры. Так как у нас в прошлом выпуске закончилось летнее трансферное окно, теперь у нас только будет зимнее, и мы тогда на полгода отдадим, чтобы он уже к началу четвертого вернулся, поэтому краткосрочная аренда. Все, ну а здесь это пойдет. Ну что же, ВПЛ мы сейчас идем на шестой строчке, при равенстве очков нас обгоняет Арсенал и Ливерпуль, но также мы тут с таким же равенством обгоняем Ньюкасл, по голам, наверное, забитым. Так, продолжаем. Так, Ексов сдан в аренду, он зимой уйдет, все отлично, но мы продолжаем качать наших игроков. Ексова уже давайте тогда до 70-го попробуем, либо уже все, закончим тренироваться, так как его уже точно возьмут в аренду. Вот, он принял предложение на полсезона отыграть в неплохой английской команде Кривохарченко в Дорфинскую Боруссию 24 900. Пока что только вот такие у нас предложения, но мы не будем никуда отдавать Кривохарченко. Кривохарченко. Вяткин говорит, что он в хорошей форме, хочет сыграть. Я подумаю, скажу, я действительно выпущу Вяткина, потому что сейчас у нас будет играть второй состав. Вот так вот он выглядит. Вот. Ну что же, играем вторым составом в АПЛ. Так, сейчас посмотрим по рейтингу. Кстати, во втором составе очень классные игроки. Вот я, Мельников, Айвазян, Кривохарченко, у которых рейтинг 81. Это вообще супер. Так что домашний матч у нас против Вулверхэмптона. Тоже интересная команда. Область на стадионе. Поехали. Ну что же, друзья, замечательный домашний наш стадион. Сегодня мы все матчи английской премьер-лиги будем отыгрывать вторым составом. Потому что, ну, наверное, так будет правильнее отыграть против Порто, против ПСЖ, против Сток-Сити в кубковых именно матчах. Так, первым составом. Ну что же, Престон, Блорхэмптон, АПЛ. Поехали. Мельникова сбили. Травмы вроде, слава богу, нету. И Мельников! Какой гол забивает левой ногой за штрафной в самую девятку вроде как забивает гол. И это отлично. Ну это штрафной. Кому только. Рауль. Так, ну что мы здесь уже, типа, первые на мяче должны были быть. И пропускаем. Семидесятая минута в меньшинстве. Блорхэмптон сравнивает счет. Забивает нам Рауль. Хименес. Первый гол вообще в премьер-лиге он забивает. Теперь надо бежать, отыгрываться, естественно. Ничья у нас с Блорхэмптоном. Хоть они даже играли в меньшинстве, у нас не получилось даже дожать их. Так что снова очередная у нас ничья, друзья. Вот. Ну, по матчу мы хотя бы вот ввели. Мельников лучший игрок. 9,3 у него оценка. Итак, друзья, начинаем мы Лигу Чемпионов на нашем канале. В Корее Резаканал. Сегодня у нас матч будет против Порто, против ПСЖ. Вот как сейчас выглядит турнирная таблица нашей группы. Поэтому я так и думаю, что так все и сложится у нас. Мы займем вторую строчку, ПСЖ, естественно, первую. Но вот Порто и Локомотив я бы здесь еще поспорил. Нам повезло, что у нас третий-четвертый тур против Локомотива. Два матча подряд. Так что должны набирать очки. Хотя вроде, ну вот мы ни разу не встречались против российских команд. Против Порто мы встречались. Соперник, конечно, интересный. Мы их прошли. Вроде победили и там, и там. Ну, и сегодня у нас будет, естественно, первый состав играть еще. Итак, побомбардируем здесь Бергуин. Пока что за ПСЖ опять мячей забил на квалификации, скорее всего. Ну, а мы перемещаемся. Домашний наш стадион впервые принимает Лигу чемпионов. Давайте пусть они в дополнительной отыграют. Ну, вот Порто, кстати, играли на нашем стадионе. Поэтому мы выпускаем сегодня первый состав. Вот так вот он выглядит. Смотрим по рейтингам, если что-то вдруг. Да нет, вроде ничего так не изменилось. Итак, облачь на стадионе. Поехали. Итак, разминаются наши игроки. Интересно, конечно, на них видеть вот эти вот манишки Лиги чемпионов. Ну, а вот и игроки Порто. Сейчас будет вообще интересно посмотреть, как будет это вот представление. В Лиге Европы-то мы посмотрели. Теперь посмотрим, как будет. На нашем стадионе Лига чемпионов все-таки... Не часто такие маленькие стадионы, но принимают Лигу чемпионов. Поэтому стадион школы номер 127. Лига чемпионов. Вот она, эта ошибка. Респект. Это Лига чемпионская. И вот на правом рукаве у нас и мячики. Да, вот на голове мячик появился уже Лиге чемпионов. Ну что же, Лига чемпионов первый тур. Престон Порто. Поехали. Козлов. А вот Козлов-то поборолся. И вот сейчас вот хорошая передача на Делла Фео. И Козлов. Первый игрок в нашем клубе, который забивает в Лиге чемпионов. Это история, друзья. Это история. И Андрей Козлов, автор первого гола Престона в Лиге чемпионов. Отлично. Классно здесь все получилось. И передача вроде как самого Козлова. Да нет. Это Миранчук вроде отдавал. Или Зогнин. Миранчук вроде отдавал передачу на Делла Фео. Козлова и тот замечательный в ближний угол забивает. И отлично. Первый гол в Лиге чемпионов забивает Андрей Козлов. Супер. И полузащита связана с ними. А нож полузащита вместе с нападением просто рвет и мечет. И Козлов забивает дубль. Козлов первый игрок, который забил первый гол за Престон в Лиге чемпионов. Все и первый, который оформил дубль за наш клуб в Лиге чемпионов. Отлично. В этом же матче пока что. Но действительно. Козлов очень хороший нападающий. Выиграл, можно так сказать, конкуренцию против Дзюбы. Ничуть не хуже. Он отыграл прошлый сезон. Хоть Дзюба там и больше забил там на пару вроде мячей. Но Козлов из-за того, что меньше матчей просто провел из-за этого. Так что я считаю, что Козлов ни в коем случае, ни в коем разе не проиграл конкуренцию. Дзюбу мы продали из-за возраста. Но Козлов выдержал. Здесь просто Насара стоит вперед отдать передачу. И все. И Козлов забивает хэтрик. Отлично. Вот, вот как надо, друзья, играть. Отлично. 3.083 минута. Козлов оформляет хэтрик в первом же матче в Лиге Чемпионов. И все, друзья, со счетом 3-0. Престон побеждает в первом туре Лиги Чемпионов Порту. Хэтрик оформляет Андрей Козлов у нас. За 3 удара, 3 гола, 100% на реализацию в сегодняшнем матче. И отлично. Очень все хорошо. Мне бы хотелось посмотреть, кто отдавал сегодня голевые. Вот. Вот это пара, друзья. Деллофо и Сар. Просто замечательные два игрока. Вылетели они в мае, в июне в Чемпионшип. Но уже в сентябре дают в сумме оба этих игрока. За матч 3 голевые передачи. И все замечательно. Победа 3-0. Козлов у нас есть 3. Козлов пример для всех, мы скажем. Не сдавайтесь. Вот так будем говорить. Нужно было забивать еще. Ну что же, обновленный ежемесячный отчет скаута сейчас. На данный момент мы, кстати, идем на седьмой строчке. У нас 9 очков. Теряем, теряем очки прям в АПЛ. Это очень плохо. Так, подписываем игроков 90+. Так, Соколов. Ну, а Морченко уходит. Вот, поэтому сейчас у нас игра против Нью-Касла. Глянем, давайте, что вообще у нас там с Академией. Сейчас Малкин, кстати, но чисто из-за возраста не попадает. Но Анисимова можно было бы покачать еще, конечно. И все. Так, а у нас пресс-конференция, посвященная матчу Нью-Касла. Против Пресс-конференция, либо Пресс-конференция, Нью-Касла. Нью-Касл Пресс-конференция, мы играем на выезде. Да, мы сможем. Вероятность есть, мы скажем. Все. Сейчас у нас выездной матч. Мы все так же играем вторым нашим составом. Вторым. Не первым. Вот так вот. Вот выездной матч сейчас у нас с Нью-Каслом и Арсеналом по 9 очков. По бомбардирам наших здесь нету. Поэтому нам надо сегодня выигрывать Нью-Касл. Любой ценой будет 12 очков. И надо все-таки в топ-5 хотя бы попадать. Вот. Чтобы бороться за еврокубковые места в следующем сезоне. Вот такая наша выездная форма. Показывает меня. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, стадион сайт Джеймс Парк. Нью-Касл принимает Пресс-конференция. Здесь мы вроде и проиграли свой первый матч в АПЛ в прошлом сезоне. Поэтому мы сегодня на этот стадион вернулись за реванш. Мы все-таки команда, которая играет теперь в Лиге Чемпионов. Мы обладатели Лиги Европы. Кубка Англии двухкратные. И двухкратные обладатели Суперкубка Англии. Вроде мы же выиграли или нет? Я уже забыл. Выиграли ли мы? Вроде да. Мы выиграли же все пока что трофеи. Вот. Прецезонный турнир. Кубок. Суперкубок Англии. И Суперкубок УЕФА. Вот. Замечательный. Замечательный момент. Опа. А сейчас я заработал пенальти. Паулиста в руку ему попадает. Сейчас мы глянем на этот момент. Накрывал он на меня. Вот. И в руку ему сыграл я. По пенальти. Что здесь? Я бы себе вообще бы дал бы пенальти. Чтобы от меня отстали все. Но не знаю. Сейчас не знаю. Мощность конечно у Мишина. Ну давайте. За Матвея как бы постоянно мы и пробьем. Девятку сейчас. Отлично. Дубрав как-то еще резко прям так прыгнул. Но 1-0. Матвей забивает с пенальти. Мы выходим вперед. Замечательный момент. Находит этим пасом меня. Я замечательно прохожу оборону сейчас. И забиваю все. От меня сейчас должны отвязаться все там журналисты. Почему тренер меня выпускает, если я не забиваю. Ну вот забил подобный гол. Который был в номинантах на лучший гол. Английской премьер-лиги нашей команды в прошлом сезоне. Примерно такой же забил в ворота Лестера. Но здесь прям очень классно он получился. От штанги еще и залетел. И как сейчас Мишин отыграл. Просто такой выпрыгнул в подкате. Практически забивает этот гол. Так что дубль сегодня у Матвея. Поздравляем его с этим. Не только он с пенальти умеет забивать. Но и с игры. Замечательно сейчас показал, как он умеет. Мишин. Неплохо. Мельников. И Мельников забивает 4-78 минута. 4-0. Отлично. В прошлом сезоне минимально, напоминаю, нас обыграл здесь Ньюкасл. Теперь мы здесь просто их выносим с учетом 4-0. Просто замечательная игра сейчас у команды идет. Правой ногой Мельников забивает. Альмирон. И Альмирон все-таки забивает. И Кривохарченко не получается добиться вот этой победы в сухую. Ну и Мигель Альмирон забивает второй свой гол в премьер-лиге. На 90-й минуте пропустил Кривохарченко. Обидный, конечно, момент. Но, друзья, разгромная победа. Пресса над Ньюкаслом. 4-1. 3 очка мы получаем. Теперь у нас 12 очков в сумме в премьер-лиге. Мы отрываемся от Ньюкасла на 3 очка. Все отлично. Мишин лучший игрок. 9-4 у него оценка. Так, Казанский находится в прекрасной форме. Да, мы согласны. Мишин стал настоящим героем. Тоже согласны. Мы непобедимы в 6 играх. А сейчас у нас сколько туров? Уже прошло 6. Мы вроде как ни разу так не проиграли еще, да? Проходим мы дальше. Давайте по тренировкам. Я бы Вяткина бы отсюда убрал бы. Он вроде и сам может дальше прокачаться. Но нам вот надо вот Анисиму качать, чтобы его с 60-м рейтингом уже в команду добавить. Скворцов 78-й рейтинг. Получать неплохо. Ну что же, а после вот этой вот победы над Ньюкаслом у нас теперь 12 очков. Так же, как и у Арсенала. И мы на пятой строчке. Практически там, где мы были в прошлом сезоне. Прямо долгое время на пятой строчке. Но потом все-таки смогли на четвертую попасть. Вот. Сити 6 очков. Ой, 6 побед из 6. У них 18 очков. Но мы, кстати, я, получается Арсенал и Манчест Сити, команда, которые ни разу еще не проиграли в АПЛ. Да, действительно. Так что вообще замечательно. Мы с Арсеналом прям на равных так идем. У них только вот... Из-за вот этого мяча, который мы, кстати, пропустили, мы могли сейчас быть с Арсеналом на одной волне. Но мы пропустили на один больше. Как раз этот мяч, наверное, от Ньюкасла все и решил. Так что будем бороться против Арсенала теперь за эту строчку. Но у нас Кубок Араба, третий тур. Матч против Сток Сити домашний. Ну что ж, сейчас вот перед матчем с ПСЖ, можно так сказать, мы разомнем наш первый состав на легком таком сопернике, с которым мы конкурировали в первом сезоне в Чемпионшипе. Ясно на стадионе? Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион, который нам уже принес первую нашу победу в Лиге Чемпионов над футбольным клубом Порто. Со счетом 3-0 мы их здесь разнесли. Теперь Кубок Арабау снова тот же первый состав. И против Сток Сити. Поехали. Козлов. Хорошо увидел Сар. Замечательно сейчас подработал. И Головин забивает с Голевой от Сара. Отлично. 43-я минута. Отлично. Сар у нас прям, мне кажется, будет таким прям ассистентом. Он две Голевые отдал в Лиге Чемпионов. Сейчас еще отдает в Кубке Карабау. Просто невероятно. И Делла Фео просто замечательно сейчас обокрал всех. 64-я минута. И Жерар Делла Фео забивает первый гол в Кубке Карабау. За Престон отлично. Классный момент сейчас получилось все создать. Ну и это уже 2-0. И все, друзья, уверенная победа Престон от Сток Сити. С счетом 2-0 мы побеждаем в Кубке Карабау. Проходим в четвертый тур. Тоже будет интересно посмотреть, против кого Сар лучший игрок матча. 87 у него оценка. Так, вы одержали победу. Я горжусь, конечно, игроками. Так, 2-0. Вы довольны победой? Как можно быть недовольным победой? Было непросто, скажем. Все, на этом, говорят, вопросы у нас закончились. И теперь у нас премьер-лига снова. Играем против Бернли. Надеюсь, здесь теперь мы точно вторым составом выиграем. Ну что ж, давайте пройдем конференцию, посвященную матчу Бернли против Престона. Точнее, Престона Бернли. Так, сможет ли ваша команда что-то там про Лигу Европы, говорят, обеспечить место? Мы будем вообще за четвертое все так же бороться. Ниже четвертого для меня просто не существует места. Мы должны каждым сезоном прогрессировать. Вот. Поэтому матч против Бернли. Мы сегодня играем против них вторым составом. У нас матч, между прочим, потом с ПСЖ. Поэтому будем от этого тоже отталкиваться. Так, я бы посмотрел сейчас, что там по Кубку Карабао, нашего следующего соперника. Еще не сыграли что ли многие матчи? Да, вроде все должны, да. Давайте посмотрим. Водфорд, Сити. Ну это ладно, интересно, смотрим. Соперник Челси. В четвертом туре Кубка Карабао мне попадается Челси. Кубок Карабао я не выиграл в прошлом сезоне. Так что мне, наверное, где-то принципиально выиграть Кубок Карабао, чтобы я все выиграл в Англии и за английские клубы. Поэтому мне остается вот Кубок Карабао, Премьер Лига и Лига Чемпионов. Все. Облачь на стадионе. Поехали. Итак, разминается, я так понимаю, здесь это Серега. Вот. Показывает нам его. Может, как лидера второго состава. В полузащите, может быть. Поэтому сегодня у нас матч против Бернли. Интересный матч. У нас борьба за Лигу Чемпионскую четверку идет все так же до сих пор. Ну посмотрим, как мы отыграем. Престан против Бернли. АПЛ. Поехали. И забивает нам Бернли. Вот так вот. Команда, которой нету там даже в восьмерке, в десятке, мне кажется, команд АПЛ сейчас. Нам забивает Макнейл 22 минуты вот этим долбаным прострелом на пустые ворота. Ну, естественно, здесь Кривохарченко ничего бы сделать бы и не смог. Кенни. Пошла хорошая подача, кстати. Ой-ой-ой, ну это 2-0. Или это все. Вот эти вот вбросы эти. Даже их перекрыть никак нельзя было. Это все. Еще и пропало сразу же. Очень прям хорошая игра в Бернли сегодня была. 2-0. Ничего мы не смогли показать вторым составом. Так что, наверное, это тоже аукнулось. Но у нас все-таки игра сейчас с ПСЖ. И мы тоже, скорее всего, сейчас проиграем. Так что два матча, скорее всего, мы вот эти вот вам слили. Так что вот это вот вообще обидно. Так, Престан, да, все-таки мы потеряли. Впервые очки еще. И плохой настрой мы скажем. Так, тренер, я честно беспокоился. Я, причем, это говорю. Я жду хорошей игры. Все. Так. Продолжаем мы тренировать наших некоторых и регионов. Здесь вот Новиков 57 и действующих игроков наших. Поэтому, ну, вот Новиков. Прям кажется, ему лет 40-30 где-то примерно так. Вот. Но у нас сейчас игра против ПСЖ. Последний матч в выпуске. Первые две строчки. И мы играем на выезде, да. Как я и говорил, лучше нам отцы играть на Парк Де Принц. Так, мы справимся, надеюсь, с давлением. Равны чего? Там написали, что ПСЖ и Престан равны соперники. Игроки в скором времени выправят игру. Все, вам отвечали на комментарии все. Поэтому сегодня у нас первая против второй строчки. Матч против ПСЖ. Очень важный соперник. Даже важнее, мне кажется, чем Барселона. Но Барселону-то мы, друзья, кстати, обыграли в дополнительное время. Там у нас еще там 3-2. Но обыграли. Поэтому посмотрим, как мы сыграем против ПСЖ. Теперь в группе. 90 минут, правда, здесь. Поехали. Итак, замечательный стадион. Парк Де Принц. ПСЖ сегодня принимает. Футбольный клуб Престан. Обладателя Лиги Европы прошлого сезона. Обладателя Суперкубка Уэфа. Тоже, можно сказать, как прошлого сезона. Ну и ПСЖ. Я надеялся, что такого соперника нам сразу же не дадут. Но мы выиграли все-таки Барселону в дополнительное время. Не важно. Из того вот автогола тоже не важно. Но посмотрим, как мы отыграем. Александр Арнольд в составе. Я видел сейчас. Балбуина еще есть в центре защиты. Козлов. Как замечательно. И Головина это 1-0. Мы забиваем ворота ПСЖ. Друзья, все шикарно. Все замечательно. Зобни замечательно пасом находит Сара. Тот вперед на Козлова. Козлов. И Сар забивает. И мы сейчас выигрываем ПСЖ со счетом 2-0 на выезде. И вот. Вот она эта история, которая действительно сложилась. В мае, либо в июне 2000. Какого сейчас там? 21-го, да? Да. 21-го года. Вотфорд вылетает из премьер-лиги в чемпионшип. Но Деллафео и Сар переходят в состав Престона. Ну там где-нибудь. В июле. А уже в сентябре Сар забивает ворота ПСЖ в лиге чемпионов. Вот так вот. Хотя мог сейчас бегать и забивать всяким Брэндфордом. Хотя вроде Брэндфорд сейчас в АПЛ играет. Но не суть. Вот. Кардифу, к примеру. Поэтому чемпионшипским командам. Но забивает ворота ПСЖ в лиге чемпионов. В составе-то тем более здесь выпустили ни второй. Ни Неймара, ни Мбапе они не стали убирать. Так что для них это тоже важный, конечно, соперник. И вот здесь вот Головин. И Головин 3-0. Что творит Престон, который не может обыграть Бёндли. Но он обыгрывает ПСЖ просто замечательно. Ой-ой-ой. Балбуина нарушает на Козлове. И это пенальти. Это пенальти. Фабиан Балбуина. Ну и сейчас к 11-метровой. Подходит. Жерар Де Лафео. Серьезно. Ладно, Жерар Де Лафео. Давайте я все-таки в правую думаю. Пробьем сейчас так. Отлично развели это. 4-0. 4 мяча мы забиваем ворота ПСЖ. Мы даже Порто столько вот не забивали. И тоже вот. Жерар Де Лафео. Я ему дал себя забить. Чтобы действительно эта история была очень красивой. А ведь Сар и Де Лафео, напоминаю, пришли к нам из команды, которая вылетела в чемпионшип. Так что вообще все замечательно. А теперь в Лиге Чемпионов они вот забивают ворота ПСЖ. Супер. Лучший был все-таки у Де Лафео пенальти. Неймар. И все-таки он забивает 4-1. Прямо как в матче с Ньюкаслом счет. Сейчас мы повторили. Вот через 4 минуты Неймар включился после пенальти. Но это просто действительно один левый такой момент. И все, друзья. Прессон выигрывает свой второй матч в Лиге Чемпионов. 4-1 разгромив ПСЖ на их стадионе. Это просто невероятно. Так что сейчас кучу болельщиков должно подписаться на инстаграм футбольного клуба Прессон. Мне кажется, это просто невероятно. 4-1 победа Прессона. Супер. Почему Казанский так и не вышел? Конкуренция это здорово, мы скажем. Головин сыграл прекрасно. Дубль забил. Это было неожиданно, я скажу. Но это по факту. Действительно было прям неожиданно. Ну и все, друзья. На первом числе, на первом сентябре мы заканчиваем. О, на первом октябре, извиняюсь. Мы заканчиваем. Так, ежемесячно. Так, травма на тренировке у меня на 7 дней. У меня растяжение бицепса бедра. Замечательно. Итак, смотрим. Опа, Малкин. Переводим его в первый состав. И сейчас надо его выставить. Так, рейтинг у нас сейчас должен подняться. 65 вообще практически не поднялся. Малкин. Центральный полузащитник. Сейчас мы его выставим в аренду, добавим. 62 все-таки рейтинг. И все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь. Куда опять? Вот полетел. Вот постоянно полетел куда-то, не подведя даже итоги. Итак, сейчас мы находимся на седьмой строчке. У нас 12 очков. Сравняли с Нью-Кассом, кстати. Вот. Седьмая строчка. На первом идет Манч Сити. 7,7. Так что Сити, скорее всего, станет чемпионом. Победители мы Суперкубка Англии по пенальти. Здесь еще Кубок Англии не начался. Здесь мы играем в Кубке Карбао против Челси. Выиграли президент турнира 2-0 Милан. Выиграли Барселону в Суперкубке Вифа 3-2. Ну и на первом месте в группе после двух туров. Но Локомотив проигрывает. Так что я примерно так все и сказал. Что Локомотив вылетит. Порту в Лигу Европы, скорее всего, пойдет. Так что все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас входят по субботам. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok